В парке имени первого президента состоялся флешмоб с участием пенсионеров из центров активного долголетия. Они выполняли различные упражнения, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни среди своих ровесников. Подробности в следующем материале. Центр активного долголетия набирает огромную популярность среди октябрьских пенсионеров, ведь там им предоставляются различные услуги. В основном это занятия спортом и творчеством, изучение языков и консультации врачей. Пенсионеры ходят в центры с удовольствием, ведь все это на бесплатной основе. Хожу в центр активного долголетия, очень довольна. А раньше я работала в детской спортивной школе тренером. Первых дней, вот он открылся два года назад, два с половиной года, уже третий год будет. Девчонки сказали, пошли мы. И очень довольны, нам все нравится. Ходим туда с удовольствием, уже не представляем, как мы будем без центра жить, потому что это наша жизнь получается. До обеда мы полностью там, иногда и после обеда захватываем. Я научилась там рисовать, у меня картины лежат, потому что у меня отец был художником, но я некогда была этим заниматься. А в центр пошла и стала рисовать. И в основном нравится мне йога. Йога и спортивные занятия. Центры в нашем городе начали открываться два года назад, во время карантина. По словам специалистов, к ним в основном приходят больше бабушки, а не дедушки. А подобные мероприятия они проводят довольно часто. В основном устраивают концерты и отмечают памятные даты. Вообще это досуговый центр для пенсионеров. Пенсионеры выходят с 9 до 5, у нас занимаются. По расписанию уроки у нас каждое утро начинаются с физкультуры, с лечебной физкультуры, скандинавская ходьба и суставной гимнастикой занимаются. А дальше уже уроки по расписанию, рукоделием занимаются, танцами, вокалом. Как видите, вот наши бабушки сейчас танцуют, рисуют, йогой, суставной гимнастикой занимаются. Помимо этого устраиваются мероприятия, разные там концерты ставят, памятные даты отмечаем в центре и выездные мероприятия еще проводим. Все бесплатно? Да, все бесплатно. На сегодня по городу нас насчитывается 6 центров активного долголетия. Каждый из них посещает порядка 40 пенсионеров. В общей сложности более 200 человек. Шасан Желбаков, Семат Каликенов, телеканал АкТУБЕ.